Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 876. Третья книга Царс, 14.6. Я грозный посланник к Тебе за 10 мая 2018 года. Вот поставили переписку, тут крупную, а сами посмотрите, тут большой материал выставлен. Сарахов, 37.2. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Это к высшестоящему. Вот это написано. Тут данные далее. Хрущев сделал эту дату праздником. День Победы. Праздник Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией. Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Отмещается 9 мая каждого года. С 1965 года. День Победы. Нерабочий празднейший день. Я тут объявление даю. Обращение ко всем добрым людям. Ко всем. К москвичам, которые в Москве особенно. Мне нужно найти и получить адрес этого помогавшего нам человека. Вот его данные. Пьянков Борис Евгеньевич. Ну и дальше. Просто зарядите и увидите там все данные о нем. Генерал-полковник в отставке. Год рождения. 1935-й. Найти и наградить. Живет в Москве. То есть мне нужен только адрес с ним, чтобы встретились и переговорили. Примет ли он. Я ему хочу послать кое-что. Он помог нашему детскому православному лагерю стану военными палатками. И когда была непогода, мы прятались в этих огромных кельях из палаток. Танковые части. Угощали детей кукурузными хлопьями и молились за дядю Борю. Мне нужно, чтобы к нему сходили, напомнили ему об этом его патриотическом поступке и рассказали, что я неимоверно разбогател. То есть издал книги, 38 томов. Борис Евгеньевич любит исторические книги читать. Тут в Википедии говорится. И я бы прислал ему самую достоверную историческую книгу еврейского народа. Вторую часть Святой Библии. Новый Завет моего издания. Трехтомник. Скажите, что эти книги есть и в Москве, в библиотеке имени Ленина, в исторической парламентской, и личной библиотеке Путина Владимира Владимировича. В исторической парламентской, то есть это разная, и Ленина. Мне нужен его адрес и согласие получить эти книги. Потрудитесь, найдите. Почти всех, кто мне помогал, уже почти все найдены. Я лично им отвез подарки из книг. Везде, где бы я приходилось быть и в тюрьме, всех постарался найти. Ездил, кто помогал детскому лагерю, мой телефон. Вот он. 8-961-230-70-60. 10 мая 2018 года. Пишет Виктор Резун, Суворов он подписывается, писал, что Сталин не совсем считал, что Вторую мировую СССР выиграл. Он не считал себя победителем. Не сел на белого коня, не стал принимать парад побед, а уступил коня мясняку Жукову. Так что история вся виртуальная, в особенности официальная. Редкому ребенку в СССР можно было услышать правду о прошлом. Игнатию Тихоновичу в этом смысле повезло с отцом. То есть он мне все рассказывал, как есть. Я с детства знал эту беду, которую коммунисты принесли. И его с детских лет не почивали ложью и прелестью. А мне в детстве мама читала книгу для детей о Ленине, который был представлен ей святым. Когда он ступал по траве, она распрямлялась тут же, как он убирал ногу. Все в таком духе. Я верил. В 2018 году страшно сказать, чем детей почивает. Игрушки-монстры, некропилия, садамия. Все в таком духе, пока за идея. Дальше Виталий Калиников. Епископ Евтихия рассказывает о своем детстве. Курочкин. Редкая откровенность от епископа РПЦ. Пишет. Проснулся рано, думал о папе, фронтовике, о детках, прихожанах Никольской церкви, которые вкладывали уйму труда в содержание, в чистоте храма. Ведь это ужас, что такое свечи с содержанием нефтепродукта. Сколько урону храму, иконам, росписям, самым прекрасным и здоровью притчту. Поющим и труждающимся в храме. Это все мимо моей темы, но, однако, боль. А я уже полвека об этом кричу. Нечистые свечи. Теперь заговорили все, как будто первый раз слышат. У нас это в устав введено, прямо в уставе. Только чисто восковые, воск. Спасики берут, а сестры ульют тогда и батюшка ставит сколько надо. Так вот, те детки, все фронтовики, лишь трое моложе. Да один с брони, автогенщик, сварщик танковой брони с уральского завода. А однако все отрицали сколько-нибудь заметную роль коммуниста в победе. Как раз напротив. Вместе с папой я нес тяготы прошедшей войны. Осколок немецкой мины ему, тогда минометчику, прошил правую ногу. Перебил и седалищный нерв. Нога стала недвижимой. По тесноте нашего жилища мы, семья из шести человек, спали подвое. Я, как поскребуш, начал маменькиным сыночком. Но со временем и папенькиным стал. У него здоровая нога была худой и теплой. А раненая, а дутловато и пугающе холодной. Я старался прижать свои ножонки к этой больной ноге и согреть ее. Иногда мне это удавалось, прежде чем я заснул. Тогда я был счастлив. А папа засыпал всегда очень быстро. У нас же еще корова была и куры. Ну и домишко. Значит и печка, питающаяся дровами. А мама часто болела, потому приходилось менять место работы. То кубогрейщицей, то сторожихой, то санитаркой в морге, то в санэпиденстанции, то в аптеке, то чернорабочиной и шимсельмаше. Сейчас у меня постоянное угрызение. И мало я жалел родителей, однако такое было. Когда им было шибко плохо, я Бога просил, пусть у меня так же болит. Вообще-то я многого выпросил. Я думал, принятие моих боли, я им принесу облегчение. Дурак. В первую очередь, не доставляю горчения и будь предупредителен. Помню, как на покосе по моей неосторожности, мне было лет 13, от нас сбежала данная на прокат колхозная лошадь. Я бежал за ней несколько километров, боясь, что нас обвинят в недосмотре, и больше лошади не дадут. Я бежал, скидывая с себя сначала обувь, потом одежду. Погоню заканчивал в одних трусах. Повезло. Выбежали на поле, где убирала сено бригада колхозников, до которой легко остановили лошадь. Посадили меня ей на спину и с одобрительным смехом проводили меня к нашему покосу. Я был счастлив. Но, проехавши несколько, я увидел папу, поспешно хромающего мне навстречу, несущего в руках собранной по тропинке и обувку мою, и одежку. Представив, с какой поспешностью и тревогой ему пришлось ковылять за мною, я плакал на взрыв. А потом эти километры, я на лошади, папа изнеможденный, с уздой в руках. Ему на лошадь не сесть, увечный он. Немцы, румыны, болгары, наши, бласовцы, вы с кем воевали? В городскую баню я с папой ходил, держа его под руку. Тут уж я, не, даже ни, нисколько не смущался. Модного пренебрежения к старшим. А однажды папа, не ожидая никакой подлости от устойчивой зимней погоды, пошел в баню в валенках без традиционных своих калош. А у истертых, старых валенок подошва-то что? Да как бумага. На нашу беду по проулку перед баней прошелся бульдозер, превратив оледенелый наст в колющий щебень. Какое же мучение доставило папе преодоление этого проулка? Где бы он ни уколол, в какое бы место он ни ударил, в ногу? Боль он ощущал во всей ноге. Помню, и помню отчетный, 61-й год. Мы с мамой, все ребятишки на коленях, перед иконами просим Бога, чтобы не арестовали нашего папу. Ибо он решился на протест. Поехал в Тюмень опротестовывать лишение его инвалидности на основании того, что он, кавычки, позорит имя инвалида Великой Отечественной войны, регулярно посещая церковь. И были мы утешены, что наш папа вернулся живым и свободным. Восстановили ли инвалидность? Ну нет, конечно. Что вы, не знаете систему? А она же не менялась, не поменялась, значит, знаете. Много написалось. Но продумалось-то куда как больше. Не пошел я нынче на митинг. Стыдно стоять перед всеми, не протестуя против лжи и подхалимства властям от выступающих. Даже о вопиющем состоянии здравоохранения высшими, особенно в отношении стариков, никто не заикнется, а наоборот, похвалят. Благодарственного Лебена отслужил, победа, народ того заслужил. Затем панихиду, эти воины. Это же цвет нации, не изведенной внутренним уничтожением. И где это есть? Сергей, мир вам, Игнатий Тихонович. Я хотел бы приобрести у вас полный комплект из 38 книг. Живу в Воронеже. Хотел бы узнать, сколько будет стоить с учетом отправки. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Игнатий Лапкин. Вот, ознакомьте сначала с книгами. Это ли вам нужно? Сергей. Фамилию скрывая, потому что недруги везде рыскают, нападают и заваливают мерзостью. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за столь скорый ответ. Сцена очень хорошая для этих книг, учитывая, сколько труда и прилежания в вами было в них вложено, и сколько пользы они могут принести в деле спасения. Вот видите, это мало кто это понимает. Пятидесятилетний труд я вложил туда, знания свои. Имею желание через 6-7 месяцев посетить вас в Барнауле лично, конечно, если дадите добро, с коротким визитом и получить книги лично. Поэтому хотел бы спросить, останутся ли все 37 книг в наличии к тому времени, и возможно ли будет их получить в Барнауле? Отвечаю, да, 10 октября мы должны уже будем вернуться из Потеряевки Барнаулта. Так каждый год. Книги будут еще, потому что летом, с 10 июня, меня тут нет и отсылать некому. Роман Фроликов. Это они, называй, чат наш, содружество, тут где занятия идут, и он тут выступает. С чего вы взяли, что сахар и соль – это белая смерть? Где научное подтверждение? Их нет. То есть он все знает, все считал, и подтверждение, а их нет. Вот это просто безответственные слова. А кто ему написал про это, тот спросил, где он встался на меня. А он мне тогда это. А есть только бабьи басни в виде газет и журналов, о которых даже мирские люди знают, заповедь профессора Преображенского из книги «Собачье сердце». Не считайте советских газет. То есть советских газет. А как раз это не советские газеты, а «За рубежом» называлось. Я в армии прочитал еще. «За рубежом». И при том данные исследований институтов. Не просто газета сказала. Эти газеты и журналы – телепередачи, исповедающие, в кавычках, мнения и исследования британских ученых. Через призыв к вечному страху за свое здоровье привлекают внимание к своим изданиям с целью их продажи и проверки рассудительности считающего населения. То есть вот берет, клеит сюда, а не знает ничего. Не знает совершенно. На своем здоровье-то проверь. Ты подряд сидишь, ты больной. Больной, больной, телесно и духовно. Пришлось вчера выступить даже. Виталий Калейников. Исходники на серию фильмов об общине. Вот где исходники. Жду отзывов критики. Не сильно ли жесткое начало третьей части? Роман Фроликов. Мир, Магдай Тихонович. С чего вы взяли, что сахар и соль – белая смерть? Где научное подтверждение? Их нет. То есть он все-все до одного знает. Так их нет. А есть только бабьи басни в виде газеты и журналов. Ну и опять то же самое мне. Британских ученых скинул-то. А я отвечаю. Самая беззубая нация в мире – шотландцы. И более всего сахар потребляют шотландцы. До 96 килограмм в год. Иоанн 7.17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучение. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? Вот понимаете как. Я вот это взял для себя, как эпиграф какой. Все проверять самому. Вот это учение какое? Такое. Вот сколько я знаю там про Сталина, ну все, что есть. Все фильмы и все. Что про Гитлера, все, про Дуча и Муссолини, все. Я вижу, что это человеческое учение. Стал читать Библию, я увидел все божественное. Пересолить, значит. Когда нам кажется, что нормально, это означает, что пересол в четыре раза. Чтобы привыкнуть к нормальному пересолу, нужно претерпеть недосол. Три месяца и организм подскажет искомое. Проверять истинность легко на себе. Не то, что бабка какая-то сказала. Иоанн 7.17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучение. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? То есть проверкой. Кто хочет творить волю, тот узнает. Тот узнает. И только тот узнает. А пока не хочет человек творить волю Отца Небесного, да будет воля твоя, тот будет сомневаться, сам ли от себя творит Иисус из Назарета. Или все же это от Бога, известного уже тебе, по Его заповедям и по Его творению. Иоанн 7.17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучение. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? Мне очень нравится порядок. И чтобы проверить, от Бога ли у членов такого-то правителя, где полный порядок в стране, нет ни смятений, ни мятежей, тогда я начал очень хорошо изучать этого вождя, фюрера, дучи, гуру, уставы разных монастырей. И уже через несколько месяцев, исполняя его учения, наказы, я видел воочию, что это все человеческое, ничего там божественного и нет. Вот смотрю, какой распорядок был у Виктора Гуго, что делал, я сразу же сдал комнату в холодную, закрылся, взял чернила, как он пишет, и вот тогда у меня началось на деле увидеть. Да, хорошо, да, умно, но человеческое. Я божественно ничего не увидел. Отдельно там начинаю сейчас читать-то про Ганди, вот как он там правил, и что было. Попробовал, молчанием занялся, увидел здорово, но ничего божественного. Иоанна 7,17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучения. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Вот тогда я исполняю все посты, все православие, все абсолютно занялся, насчитывая златоуста полностью, жития. Я увидел, сколько там божественного, но не все. Сам проверял это все. Все издал это. Есть кроме ограничений на сахар и соль, которые у меня с тех армейских лет ни разу не появлялись на моем столе. И тому уже научил многие тысячи людей. Современное растительное масло не должно подлежать термической обработке. На нем жарить, варить, на нем стряпать нельзя. И кто не послушался этого правила, все до единого мне были хорошо известны. Они умерли как раз от предсказанной болезни. Рак желудка и рак кишечника. От излишков соли, почки и суставы дадутся себе знать. Мешки под глазами висят и прочее. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучения. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Мне никто не говорил, что вырывать зубы с корнем значит терять память с каждым выдранным зубом. Когда я в Америке это сказал врачу, сидя уже в его стоматологическом хромированном кресле, он засмеялся и только позже высчитал исследования шведских ученых, полностью подтвердивших открытое мне много раньше. Высчитали определенный процент памяти, теряемый с потерей корня зуба. Одного. Особенно верхняя челюсть. А как вы узнали? Не знаю, я на молитве просто стою и вдруг у меня мысль такая мелькнула. И когда в Америке был, я говорю, мне нельзя вырывать зубы. Почему? Я веду занятия в университетах. Я на память все говорю. И Библию, и святых отцов, и каноны, и жития святых. На память. А я тогда не буду выполнять свои миссии. Еще до армии стал изучать разные языки. Это продолжил в армии. Нашел самостоятельно краткий путь. Это пакетный. Потом узнал, что космонавты, кандидаты Союза и Аполлона именно так и учились. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучение. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. А теперь обратитесь вы лично к своей жизни, к роману пишу, фроликов. Все ли сказано, вы проверили на себе? Или как плоскоземельные лжецы всех обвиняют во лжи, что и космонавты никуда не летали, и прочее. Эти люди в тему вошли или поняли, или о чем они вообще говорят по любому вопросу. Ложь одна не бывает. Это цепь дьявольская. Проверьте себя и на память, и на здоровье. Ну, какое? Да никакие отношения. Мама меня проклинает. Это он пишет. Как это так? Я вообще даже такое не слышал. И он был здесь. Пришлось прогнать просто. Полтора дня ничего не хочет делать. Ну, как он будет проверять-то? Поел и опять стоит. Утром рано. Пошли на работу. А я устал. Так не работали еще. А вчера. Я про романа говорю. Повторяю, что в строительном тресте я стоял на первом месте по каменным делам, по плотницкому делу, по бетонному, по печам, по рытью мерзлой земли. При проведении высоковольтных линий 280-300% у меня было всегда. И даже сегодня, через месяц 10 июня, мне будет 79 лет уже, работая с молодыми, неизгнанными за бездельность. За жизнь не съел ни одной таблетки. Лекарств дома не держу. Хотя все вывернуто, проморожено в застенках коммунизма. Заходя в баню, я не налюбуюсь на свое тело, которое заповедано хранить, как храм Духа Святого. В прошлые годы спал я по 2,5 часа в сутки. Ты был в лесу с нами, Роман. Ты видел, где я отлынил, по не могу. Богатыри, не вы. То есть не ешь свинину. А если лучше, то вообще мясное. Селезенки и желчные пузырьки нам не помешают же. За 9 лет провел за компьютерами более 30 тысяч часов. Издал 38 книг и 7 в интернетной версии по 752 странице том. И глаза еще видят. С первого же дня начал приобретать морковь и по 2 морковки на самой мелкой терке. Потом уже просчитал про каротиновые капли. Как узнать про это? На молитве же, конечно, живая вера живой души к живому Богу Творцу. Мы проехали с божественной миссией Духа Святого от Тихого до Атлантического океана. Прошли 120 тысяч километров, везде пили сырую воду, и ни один из нашей команды не заболел даже мизерной болячкой. Почему? Каждое утро просворы и святая вода. И собаки давали. Роман Проликов про белую смерть впервые стали печатать в юридической печати в конце 80-х. В начале 90-х, когда надо было отвлечь умы людей от нарастающего недовольства дефицитом. Вот какая причина. То есть он этому не верит? А этому поверил. Мол, зачем вам дефицитные продукты? А не смерть белая, коричневая? Впоследствии, в 90-х, появилась продолжающая до сих пор похожая риторика. У нас для вас есть заменители сахара и прочие БАДы, а также экологически чистые продукты, которые в 10 раз дороже. Вот он говорит, это не знает, вместо заменителей сахара. Такие слова хороши еще тем, что дают повод для самовнушения. Я когда-то в своей жизни съел вредный продукт, теперь я буду больше болеть смерть. Кому выгодны такие настроения людей? Тому, кто хочет, чтобы у людей было меньше поводов для прославления Бога за его продукты для нас. И исполнение заповедей всегда радуйтесь о Господе. То есть в таких вопросах, не касающихся вечного спасения, не уместен категоричный тон, а сам как раз и говорит категоричный, нигде про это не исследовали, не писали, не знали. То есть не знание, малое знание выдается за большое знание и духовно тоже. Вот повод для прославления Бога за его продукты. Его с маленькой буквы почему-то тут все продукты. Я отвечаю, Роман, ты вообще-то считаешь ежедневно Святую Библию? Тогда звучи вот эти стихи на память и цитируй их без запинки, называй книгу, главу и стих. Ну а дальше совсем уж немного вроде бы требуется. Выполнить считаемое, воплотить в своей жизни. еще себе. Вот это я беру 18-й Псалом, второй стих. Я его маленько переконвертирую жирным, курсивом и другим светом. глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притча 18-2. Я вот не питался этими продуктами, не нужными. И Бог так сохранил по сегодняшний день. Оболел желудком. Пятилетний меня в Барнаул привозили, считали, что конченый человек. Поставил во всем себе ограничения. Сахар заменил медом, там хоть маленько, одна баночка, на зиму, все равно. И вот только что я вам впереди процитировал из Святой Библии, из опыта жизни, не своей только, но мировой практики. Вы же, с прискоком мимо, перескочили, как адепт смерти. И снова тоже, да потому же, гнешь под свою всеядность. Тогда тебе только плоскоземельным идиотам и сатанистам, те всех ученых, как Герман Стерликов, требуют расстрелять. И вот твоя-то теория основана только на всеядности, которая превращает человека в закоренелого лентяя, лежебоку и спорщика с пустословом. Я дальше беру Писание, которое как бы роману-то даю, но тут может каждый теперь это прочитать. 1 Коринф 14-12 Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 2 Петра 2, 15-19 А оставив прямой путь, они заблудились. Это тот же синдром ННН и проще шелухи. Он боится этого. Это не только хорошее. Ну что хорошего-то? Хорошая свечка, хорошее все везде закоптило. Притча Соломона 1-я глава 22-й стих. Вот интересно. Когда что-то такое надо взять, то легко искать Сирахова или Соломонова притча. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Ты пишешь поводов для прославления Бога за его продукты для нас. Вопрос. Какого Бога нашел в модифицированной отраве в бройлерах месячных, в виндоутках, в этом узаконенном беззаконии, в маргарине и в прочих суррогатных продуктах. По-твоему, это все божьи дары из лаборатории ядов. Показывает мужчина и идет с коляской каталкой, которая в магазинах и складывает туда все бутылки. По одной покупает, никто ему так не даст. Нарзаны разные. Раньше морс был, вот это все набрал он банки с чистой водой и повез в лабораторию. Все до одной оказались с ядом. Все. Вот человек если курит, рак легких обеспечен. Да ну, я с детства курю, там 4-х лет и 105-й год живу. Ну, вранье это все. Как Жданов говорил от Владимира Георгиевича, вратарь Яшин, сначала большой палец на ноге заболел, курит, дальше тромбоз, отняли ногу, также лишился второй руки, второй и голову потерял. Если кто курит на свай, за щеку кладет, рак щеки. Ну, это же не выдумка никакая. если пьешь, ну, явно дело, что у тебя с мозгами будет набекрень, все, печень у тебя будет больная. пишу дальше. И ко всему прочему, то есть я пишу ему, по-твоему, это все божьи дары из лаборатории ядов? У тебя очень глубинное повреждение и в уме, и в рассуждениях. И ко всему прочему, не признаешь за собой эту болезнь, то есть неизлечимо уверен в своей правоте по всеядности. А соблюдал ли ты от детства православные посты? И неумышно ли гонишь к общему корыту без исследования? Вот я с детства знал это все, исполняли у нас, и поэтому мне это не в тягости, они нужны. Иудеи, мусульмане знают про это, а у тебя нет и намека на сие. Сахару один заменитель, мед натуральный, с пасеки. Ты просто дуркуешь и весьма похоже, что православных канонов вообще не знаешь и не видишь. Ну и дальше ему привожу два местописания, на которые ему необходимо обратить внимание, пересчитать, запомнить. Левитам 10.10. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Исайя 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительной и блевотиной. Нет чистого места. Прошу, выполни, что предписывает Святая Библия, каноны и опыт. Ты вообще не принимаешь ничего и не доказываешь, лишь бы не иметь преград, лопать все подряд и не работать. И при том, ты эту заразу несешь на наше это содружество. В противном случае придется нам расстаться. Тебе путь только в стектанты тогда и беритеки. К этой теме не прикасайся и учись молчать. Ну, а дальше я ему просто взял и выписал три места из Святой Библии. Конечно, особо-то не верю, что будет он заучивать это. Притча 26.4.25. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих, что влагающий драгоценный камень впрощу, то воздающий глупому счасть. Марк, Игнатий Тихонович, мир вам. Сегодня узнало, что для того, чтобы мне с Полиной выехать в Россию, то по новым законам разрешение отца, если он должник, не нужно, то есть где-то брал кредиты, просто пойти к судебному исполнителю и взять справку о том, что он должник. Слава Богу. Теперь возник новый, нерешенный вопрос, то есть проблема раньше бы сказала. Может, у вас есть у кого спросить-то? У меня разная информация, нет достоверно-то. Ребенок у меня вклеен заграничный паспорт. Раньше этого было достаточно для пересечения границы. Но говорят, что по тем же новым законам этого недостаточно. И что теперь ей необходимо делать собственный заграничный паспорт. Если у вас есть у кого узнать, помогите, пожалуйста. Ей 11 лет. Я отвечаю. Так там и сходите и узнайте. Тут 16 лет таков закон Российской Федерации. Узнайте и все делайте по закону тамошнему, где живете. Бог в помощь. Идите с Полиной. Возьмите ее метрики и свои документы все с собой. И она пишет сразу же. Спаси Христос. Дозвонилась до прикордонной службы Украины. Они сказали, что пропустят. Можно отдельно документ не делать. Слава Богу. Осталось решить вопрос с деньгами и с Игнатом Сергеем. Когда он будет ехать, чтобы приобрести билеты? Если на то есть воля Божия, мы с вами, дорогой Игнатий Тихонович, встретимся. Валентина Сартисон. Христос воскрес. Мир всем. Моя дочь Екатерина у себя в ад сапе группы нашего прихода выставила песню День Победы в православном варианте. И вот, что пишет на это наш батюшка и романах Леонтий. Кавычки отрываются. Слова Игнатия Лапкина, музыка чья. Стихи вызывают недопонимание. Если Христос возлег, то не можем говорить о воскресении, если положен, если только разгромил врага. Как-то по-мерзки. Мы же знаем, что победил смирением и послушанием Отцу. Свет спасения даровал страшный крест. Вопрос. Тоже как-то много эмоций, но смысл запутан. Кавычки закрыты. Вот такое непонимание очевидного смысла слов в песне у нашего батюшки. На что Катя, Екатерина, ее дочка-то, ему ответила Христос воскрес. Свет спасения долгожданный нам принес. Разгромив врага, воскрес Христос. С Днем победы данной всему народу Господом. Очень все понятно и ясно даже мне, глупой женщине. А непонятно потому, что все понятно. Все сказано по Евангелию, на что последовал еще более путанный ответ батюшки, который и не стоит приводить здесь. Понимаешь, я на это ничего не могу сказать. Возлег. Да это же пророчество было Иакова. Я ему покажу потом. И далее страшный крест. Скажи, а не страшный-то, когда он молился доминовать меня чаша сия. И сам Бог называется с большой буквы страшный в правосудии своем. Виталий. Не удивили, это норма, к сожалению. Попов в наше время вредно слушать. Игнатий Бринчанинов еще когда-то об этом предупреждал. Валентина Стартисон. Да там и слушать нечего, одно пустословие. И вот я тогда добавил из Бытие 49-я глава, 9-й стих. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается. Ну, ты воскрес. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Господь, Отец Небесный, сам. Ну, такое все. Но я думаю, что на сегодня у нас практически хватит показать наши ресурсы коротко. Это вот мой мир, очень любимая мной система. Тут много у нас что есть, видео, 2400, музыка, 21000 фотографий, ленточный форум, ну, все, совсем мало людей приходит. Вот сегодня надо узнать, сколько было. Вот вчера пришло 223. Сегодня на три человека больше. Ну, непонятно. Избавилась почему-то. Во свете Библии. Это вот 3015-й день, очень хорошо составлен, легко регистрироваться. Во свете Библии православный библейский сайт. Ну, и видеоканал. Вот, сегодня я выставил 15 роликов. уже кое-кто посмотрел, Претензии какие-то, ну, прямо это, ничего у людей нету. Вот. Вот сейчас кто-то зашел, что-то тут такое. Кто-то написал, комментарий, всех жалко. Кого жалко? Не нажали. А, эти, бычий бунт против смерти. Всех жалко. Ну, конечно, жалко. Тупая баба, надо быстрее регистрировать. тут отзывы какие, конкретно отзывы есть. Все на этом. салон. Спасибо. Спасибо.